Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня у меня очень вкусный рецепт рыбы в духовке. Для начала я беру 3 кусочка батона и обрезаю вот эти вот края. Вот так вот измельчаем на маленькие кусочки. Можно нарезать, а можно вручную, как я. Добавляем сюда 300 г сливок. У меня сливки с жирностью 10%. 500 г филе рыбы. У меня это хэк. Можно использовать ментай или же треску. Нарезаем небольшими кусочками. Рецепт очень простой, но при этом получается рыбка, которую можно продать и даже на праздничный стол. Солим рыбу по вкусу, перчим тоже по вкусу. И добавляем, если хотите, любые ваши специи, которые нравятся вам с рыбой. У меня это вот какой-то новый зеленый перец. Одну луковицу нарезаем достаточно мелким кубиком. Прогреваем сковородку. Берем небольшой кусочек сливочного масла. И сразу же сюда отправляем лук. Нам нужно его буквально протомить до прозрачности. 1-2 минуты. Зажаривать не нужно. Добавляем сюда одну небольшую щепотку сахара. Не бойтесь, блюдо от этого не станет сладким. Но при этом лук будет лучше карамелизироваться. И в итоге получится у нас намного вкуснее. 100 г сыра натираем на крупной терке. 2 яйца. Взбиваем в мисочки. Вот взбили буквально до однородности. Добавляем сливки с хлебом. И тоже перемешиваем хорошенько. Хлеб у нас сейчас еще и разойдется. Как видите, станет более однородная масса. Добавляем в эту массу натертый сыр. Также солим по вкусу. Но смотрите, если сыр соленый, то ориентируйтесь по своему вкусу, чтобы не пересолить. Форму смазываем сливочным или растительным маслом. И уже оставим духовку прогреваться до температуры 180 градусов. Выкладываем лук. Видите, он просто стал прозрачным. Даже не золотистым. А вот так вот слегка мы его притомили. Выкладываем рыбу. И заливаем сливками с яйцом и хлебом и сыром. Отправляем выпекаться в уже прогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 35-40 минут. Ориентируемся по своей духовке. Теле рыбы, оно очень нежное и, в принципе, очень быстро готовится. Но нужно, чтобы приготовились еще и сливки, яйцо и сыр. Посмотрите, какая красота получилась сочнейшая. Такую рыбу можно и на праздничный стол подать. Раньше у меня было красивое специальное блюдо для запекания, но я, к сожалению, его разбила. А в красивом блюде вот так вот и можно подать. Будет очень красиво, празднично и вкусно. Давайте посмотрим, какая у нас получилась внутри эта рыбная вкусняшка. Предлагаю подавать с рисом или с картофельным пюре. Вот такая вот красота. Ну, а теперь давайте попробуем. Рыба буквально тает во рту. Очень вкусный рецепт с рисом. Просто во! Очень рекомендую приготовить. Можно угостить даже гостей на праздник. Надеюсь, что вы приготовите этот рецепт и напишите мне в отзывах ваши впечатления. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов! Субтитры сделал DimaTorzok